Добрый день, зрители канала Марина Цветы! Сегодня я приглашаю вас на мой канал посеять вместе со мной необыкновенное однолетнее растение, которое называется сальвия. Очень многим знакомо это вам растение из детства. Вы его помните красным, огненным и высокорослым. Но сейчас есть такие необыкновенные сорта, которые низкорослые, практически всего лишь 25-30 см. Но есть и повыше, 50-60 см, а есть до метра. Вот такие разные высоты сальвии позволяют создавать красивые клумбы. В зависимости от роста растения, вы можете его разместить на переднем плане в первом ярусе, во втором, в третьем. Начинается цветение с июня и до заморозков. Дорогие друзья, сейчас вот есть необыкновенное количество расцветок сальвии. Это бесподобные, красивые, настолько нежные растения. В прошлом году я вырастила розовую сальвию. Это такая красивая, нежная получилась клумба. Но есть именно красивые, еще язычки разные сформированы. То есть декоративно сальвия смотрится очень оригинально. Красиво сальвию смешивать с другими однолетниками или многолетниками. Очень красиво посадить сальвию, например, вместе с цинерарией или низкорослыми бархатцами. И вот такая волна красок, но вот мне очень нравится цинерария, сальвия, серебро с вот таким ярким красным пламенем. У меня была с розовой снежной сальвия. Это действительно композиция необыкновенная. Это однолетние растения, высаживаемые достаточно рано. Это где-то февраль-апрель. Все зависит от того, когда вы хотите получить цветение. Если раньше, то мы высеваем в феврале. Если у вас нет возможности подсветки, это очень важно, приурочите посев к марту, а может быть даже к началу апреля. Ну, потому что сейчас период высадки рассады и у вас может быть очень мало места. Я высеваю это в начале февраля для того, чтобы получить раннее цветение и показать вам дальнейший уход за этим растением. Посев производится поверхностно. То есть мы семена сальвия не заглубляем. Грунт должен быть у нас сразу увлажнен достаточно хорошо. Дорогие друзья, в этом году тенденция проливать все кипятком. Я точно так же экспериментирую вместе с вами и наблюдаю, как проращиваются очень быстро семена. Но вместе с тем, я понимаю, что проливая кипятком, наша земля избавляется от патогенной флоры, от грибковых заболеваний. Но мы уничтожаем и полезные бактерии. Поэтому сейчас мы проливаем достаточно горячей водой с вами. Но следующий полив, пожалуйста, сделайте обработку биопрепаратами от грибковых заболеваний. Это биоспорин или любыми препаратами, которые все-таки имеют споры полезные микроорганизмы. И мы таким способом еще подселим сюда полезных микробов, бактерий, но для того, чтобы почва действительно жила и была плодородная. Грунт для посева семян цветов вы можете взять, конечно, и садовый, а можете купить в садовых центрах для цветов. Самое главное, чтобы грунт не был кислым, чтобы у вас pH был выше, чем 4,5. Это будет очень важно, потому что кислая среда угнетает произрастание всех семян. Я сальвию сею двух фирм, это разные фирмы. Здесь у меня сальвия фарао, и сальвия у меня будет еще просто трехцветная смесь. Здесь белая, розовая и фиолетовая. Поэтому это действительно растение, которое многоцветием украсит нашу клумбу. Земля у меня сейчас достаточно горячая, пролита кипятком. Семян здесь много, они не мелкие, то есть их удобно сеять. И вот я сейчас разделю ящичек пополам. Сделаю вот такие вот небольшие, абсолютно буквально 2 миллиметра может быть бороздки. Только для того, чтобы разложить семена, не более того. Потому что сальвию мы сажаем по грунту. И теперь на расстоянии сантиметра, для того, чтобы только дать возможность прорасти сальвию. А в дальнейшем мы ее будем пересаживать. Дорогие друзья, вы обратили внимание на то, что я использую для посева и овощей, и семян вот такие вот тетропаки. Посмотрите, это мне дает возможность дополнительной подсветки, семян, которые мы проращиваем достаточно рано, в январе, феврале. Рассада не крутится, не наклоняется, не надо коробочки переставлять. Действительно, если есть у вас подсветка, это очень хорошо, но на цветы иногда недостаточно подсветки. Поэтому размещайте на восточные окна, на западные окна и на южные. И это тоже будет достаточно для того, чтобы вырастить эту рассаду. Сейчас я разложу очень аккуратно эти семена. Затем надо снова их пролить. Это у меня здесь половина контейнера. На вторую половину я посею вторую смесь. Это займет определенного времени, поэтому я видео немножечко вам обрежу. Здесь намного больше у меня семян, намного больше. Поэтому я буду брать только половину. И тоже размещать вот так вот по полосочкам. Можно просто посеять по грунту. И потом, по мере роста, вы будете рассаживать сальвию в более большие контейнеры. Или даже можно вот в отдельные стаканчики. Это тоже будет очень хорошо. Очень красиво на клумбах смотрится. Все, кто помнит сальвию еще с тех времен, поверьте мне, сальвия это необыкновенное декоративное растение, которое используется в ландшафтном дизайне. Действительно, очень красиво. Используйте начинающие цветоводы, перманентный фломастер, для того, чтобы подписать контейнер клубни растений, георгин, кан. И на клубнях перманентный фломастер может сохраниться даже 3 года. Выкопав растение, вы увидите подписанный сорт. Здесь у меня сальвия фарао. А здесь просто смесь. И я пишу дату, когда я высевала семена. Теперь я проливаю, можно побрызгать аэрозолькой, но земля уже теплая. И я проливаю просто раствор фитоспорином. Для того, чтобы избежать в начальной фазе грибковых заболеваний. Это будет очень важно. Теперь мы сальвию должны накрыть или стеклом, или пленочкой. Периодически проветриваем. Прорастает сальвия на свету. Но я сейчас на несколько дней закрою крышечку. Для того, чтобы семена набухли. Чуть-чуть сальвия, чуть-чуть. Вот я только-только придавлю ее грунту, для того, чтобы она набухла. Затем, по мере роста, сальвию я пересажу в контейнеры, в стаканчики просто. И вот в начальной фазе она будет расти так. Температура произрастания всех семян и овощей, и цветов у нас желательно 20-25 градусов. В сходы появятся через 2 недели. И только когда будет 2-3 настоящих листочка, мы можем с вами ее рассадить. Для того, чтобы сальвия была более пышная, мы потом в процессе роста прищипываем верхушку. И она тогда будет вот таким кустом и много давать боковых побегов. В открытый грунт мы высаживаем с вами, уже когда минуют заморозки, на расстоянии 20-30 сантиметров. Если вы хотите создать вот такой бордюр разноцветный. А если вы будете использовать в посадке между многолетними растениями или однолетними, то вы можете даже создать цветную композицию. Это будет очень красиво. Используем для оформления клумб. Выращивать можно на балконе, дорогие друзья, в подвесных кашпо, в озонах просто. Здесь у меня сальвия низкорослая, всего лишь 25 сантиметров. Это сальвия немного побольше, 50-60 сантиметров. Поэтому цветение с июня до заморозков. Используйте необыкновенное растение для своего сада. И вы украсите мир цветами необыкновенными красками. Подписывайтесь на мой канал. Смотрите мои мастер-классы. Выращиваем обычные, необычные растения. Очень много плейлистов о рассаде, о плодороде, о семенах, о скарификации, стратификации. Это то, что многим растениям надо уделить внимание особенности посева, посадки семян на рассаду.